Здравствуйте, мои любимые стратегические жевжики! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и это будет очередное прохождение шестой целы на последнем уровне сложности. Спонсоры канала всей серии видят сразу большое спасибо вам за поддержку в это сложное время. Как обычно, на божестве у нас челлендж, давайте расскажу какой. Играем мы за Почекутыка, и основной челлендж, ну кроме того, чтобы победить, конечно, мы должны при этом победить, сделать самые большие города, какие только возможно за Почекутыка, это как раз интересная штука будет. То есть параллельно вы со мной, я выложу сейв первого хода тоже, параллельно тоже создаете города, и соревнуемся, ну на какой ход кто победит, конечно, чем раньше, тем лучше, и, соответственно, у кого будет самый большой город к концу игры. Я рассказывал об инках в рейтинге цивилизации, ссылка на рейтинг цивилизации про инков в описании, в прикрепленном комментарии традиционно, посмотрите тоже. Настройки. Божество, скорость сетевая, я хотя считаю, что на сетевой скорости как раз это сложнее будет сделать, чем на медленных скоростях. Карта континенты, размер карты огромный на 12 игроков, не буду дополнительных добавлять, потому что мне кажется, что компьютеру как раз сложнее хорошо играть, когда вы дополнительных добавляете. Все остальное стандартное, из режимов включены варварские кланы и монополии и корпорации, не включайте случайные технологии и социальные институты для компьютеров, они не умеют с ним играть, потому что у них заложено какое-то определенное развитие, когда вы случайные техи включаете, они медленнее развиваются действительно. И все победы включены. В соперники ставим, конечно же, испанцев. Во-первых, тоже были в рейтинге цивилизации вместе с инками, во-вторых, это главный соперник инков, кто их завоевал. А также, ну, главные индейские цивилизации Нового Света, Ацтеков и Майя. Извините, Мапучи, Кри, вот эти вот все мелочи, неинтересно. А вот Майя и Ацтеки, да. Естественно, цивилизации, большие цивилизации Нового Света, современные США, Теодор Рузвельт, прогрессивист, Канаду, тем более, что, опять же, Канада в рейтинге цивилизаций была, посмотрите видео. И Бразилию, Педро. Кроме того, Хамурапи и Сандок мы традиционно ставим, потому что они самые развивающиеся цивилизации. Конечно, раз на раз не приходится, но обычно Хамурапи куда-то улетает и фиг за ним угонишься. А также европейские цивилизации, Францию и Германию. В прошлых играх Франция себя показала как очень культурную цивилизацию, она упор такую на культуру делает тяжело, она может туризму попытаться победить. А Германия внезапно на науку один раз очень хорошо сыграла. Ну и, наконец, Китай. Вот последний рейтинг цивилизации я про Китай рассказывал. Ну и какую-то надо большую цивилизацию Азии, конечно же, поставить. Так что вот его и выбрал. Давайте начнем, посмотрим, где мы появимся. Ну что, один из интереснейших моментов игры. В каком месте мы появимся? О, сразу международную торговлю прокачали. Ну что, какие-то горы есть. Престиж, кстати, должен быть небольшой, потому что из-за тропических лесов. Но мы их явно будем вырубать в будущем. Кордильеры. Ну что, сыграем? На таком месте горы какие-то есть. Причем вот интересно, что именно столица, как бы и горы есть, но, в принципе, она горами не окружена. Ну что, давайте в таком. Да, давайте я сейчас сейв сделаю. Итак, сейв первого хода сделан. Ссылка на него опять в прикрепленном комментарии будет. И сейчас я сделаю вставку о модах, которые я использую, чтобы вы... Потому что без этих модов у вас сейв не загрузится. Вам еще надо будет эти моды установить. Вот такие моды у меня включены. Это важно знать для того, чтобы вы могли сейв загрузить. Потому что без включенных модов, без загруженных подобных модов у вас сейв просто не включится. Ссылка на все эти моды, опять же, в прикрепленном комментарии. Там есть ссылка на мой сборник модов, которые я для вас собрал. Можете их использовать. Для того, чтобы сейв у вас загрузился, у вас должны быть включены вот эти моды, которые включены у меня сейчас. Без этого сейв не загрузится, имейте в виду. Просто пройдите по ссылке в прикрепленном комментарии, и там они все есть. Ну что ж, вот теперь продолжаем. Выключаю свою рожу. Симпатичную, но мешающую, я так понимаю, многим из вас. Я бы, конечно, играл, просто бы рожу на весь экран свою делал. Да, чтобы вообще где-нибудь в уголку, в маленьком экранчике там бы цива шла. Но пока давайте так. Блин, против компа на божестве. Наверное, все-таки начну со скаута. По той простой причине, что у нас, по идее... Я думаю, что тут должно быть много холмов и гор. Поэтому мы просто перемещаться не сможем нормально. Но, правда, здесь все-таки с роста. Скаут, а если так? Все равно три хода, так что с роста. Я еще, конечно, подумал, что можно было город на геотермалку поставить. Она никуда не исчезает. Но, ладно, как-нибудь в другой раз. Так, мы открыли Африку и Евроамерику. Евроамерика, блин. И сразу международную торговлю, потому что у нас, видите, два этих континента видны. Ну и нам, конечно... Ну, ладно, все равно с лошадей начнем. Ну, конечно, нам надо будет в первую очередь... А, это ж не в техах. Я хотел сказать, что в первую очередь открыть наши... Как его? Тоннели. Они вот тут, в международной торговле как раз. Капахньян. Но вообще, выглядит пока гор немного. И тропические леса... Вот в чем плюс, конечно, игры за инков. То есть у них... Вот вы прям 100% тропические леса будете вырубать все. Потому что тропические леса всем цивилизациям, правда, кроме Бразилии, снижают престиж. А раз мы хотим получать престиж большой... Ну, вот эти вот, смотрите... А, вот... Тут уже неплохой престиж. Явно вот я пока так, предварительно... Хочется куда-то вот сюда поставить заповедник. Но для этого вот эти все тропические леса надо будет удалить. Ну, посмотрим, пока гуляем. Так, нам этот... Грозовую тучу надо разогнать руками. Точнее, дубинками и ногами мы их будем разгонять. Чтобы они мне тут не гадили. О, слушайте. Тут очень хорошо, что, кстати, лес горит. Тут получше будет клетка. Но мы этот лес потом будем... Хотя вот я, кстати, не помню. Вот лес сгорит, он заново вырастет. А потом, когда я удалю лес, улучшение клетки останется? Что она, типа, круче стала? Вот, кстати, они... О! Ну, тут предварительно... Нам все равно кампуса будут нужны, конечно. Тут давайте предварительно кампус. Потому что тут на плюс 6 кампус, извините. Прям... Ну, тут просто жалко было бы заповедник ставить. Нам в любом случае... Кампуса будут нужны. Ну, давайте, наверное, еще все-таки разведчика. Не выглядит так, что тут на меня могут... Ну, еще один плюс, да? Инков, что много гор. Соответственно, ну... Не со всех сторон прям на нас могут напасть. Так, что он обрабатывает? Так, 1-2. Если так, тоже 2. Давайте на рост, в первую очередь. И культуру. Видите, я не ставлю на 2-2 клетку, а ставлю на клетку с культурой. Чтобы быстрее шло. Тут еще повезло, что у нас янтарь. Ну, кстати, вообще, в принципе, эти клеточки очень неплохие. Так, пока стоим, лечимся. Я поставлю карточку плюс 5 против варваров. Тогда будем нападать. Так, ну, видите, тут не пройти, поэтому туда идем. Уже выглядит, что вот на месте лагеря варваров надо город ставить. Хотя тут, подожди, тут не будет, получается... Да, видите, нету пресной воды. Значит, вот на эту клетку, скорее всего, будем ставить. Что тут уже и меха, клетка офигительная, и трефиля. Так, плюс 5 против варваров. И на пантеон. Что у нас? О, есть лошади. Ну, просто приятно, когда они есть. В данном случае для инков это такое. Постольку, поскольку. Так, ну, наверное, международную торговлю откроем. Здание морских юнитов. Да, пока у нас все равно рабочих никаких нету. Кстати, еще пока ни одной руинки мы не нашли, так? Горное дело. Гончарное дело. Ну, давайте горное дело. Давайте нам янтарь мы сможем обработать. Несомненно, с Магнуса начнем, потому что все вот эти тропические леса надо будет вырубать. А это значит, что Магнус тут будет очень в тему. Так, ну, пойдем в эту сторону исследовать. И тут давайте уже опять нападать. Так, а можно у него что-нибудь купить? 47 за всадника. Правда, эти всадники будут менее сильные, чем обычные. Но зато с их помощью скаутинг? Мне кажется, стоит купить всадника до уничтожения этого лагеря. Что-то вот мне хочется купить всадника. Тут вот явно... О! Китай. Так, ну, Китай... В соседях это неплохо. Он не особо... Блин, он сейчас будет атаковать, конечно. Ладно, давайте не будем ему мешать. Он не убьет явно. Но пока лучше постоим один ход. Ну, эти знаменитые инкско-китайские терки за грозовую тучу. Потом это будет описано в легендах, манускриптах и в прочей фигне. Не, пускай пока культура капает. Не, нужно ли мне открывать международную торгу? Мне кажется, пока нет. Давайте на мастерскую пока переключусь. А правда, и три клетки вряд ли обработаю. Но я точно... А, блин, придется тропический лес еще врубать. Не, знаете что? Мы, наверное, пойдем сначала лошади обработаем. По-моему, я же могу просто сюда шахту поставить на янтарь, не удаляя тропический лес, а потом его удалить прийти. О, слушайте, не атакует Китай. Хм, это интересно. А что это? Тоже хочешь у меня забрать лагерек? Хитрожопый какой, а? Так, ну у меня вроде деньги есть на покупку всадника. Плюс это, ну, к... К очкам эпохи, что у вас есть. Я куплю, наверное. Не знаю, мне почему-то нравится эта идея. Нет, не дали очков эпохи? Не дали. Ну, типа, я не использовал лошадей. Да, мне просто я купил, но не использовал. Да, обратите внимание, еще раз повторю, что всадники варваров, видите, 20 сила, а реальные всадники 36. Но, в моем случае, мне кажется, это круто. То есть, это еще дополнительный скаут практически. Так, что-то мне не нравится, что он сюда бежит. Блин, ну, китайцы, это нечестно. И стоит, ждет. Вот, тварина, да? Ладно, мне надо, наверное, с этим скаутом что-то сделать. Да, ну вот видно, что здесь где-то будет город у нас 100%. И надо бы уже задумываться о заповеднике. Ну ладно, я еще не все открыл. Ну, не так много гор, на самом деле. Не так уж и много гор. Так, ну, наверное, дальше нам плантации нужны. Так что, наверное, окончарное дело откроем. Я тут, кстати, не вижу, где у меня плантации. О, проатаковал. Есть. Это у... Ой, ё. Не, ну меня надо все равно убивать. Тем более повышение будет, так что мне этого дуболома не убьют. Так, он надо посила. Да, наверное, надо янтарь обработать сначала. Так, вот здесь уже переключаемся. Чисто еда производства. Скульптурой я все-таки переключусь. Надо быстрее поселенца ставить. Блин, вот меня смущает, если сейчас Китай сюда... Мы видим какой-нибудь престиж? Нет, не видим. Но мне очень... Мне кажется, вот Китай вполне может туда всунуть город. Ладно, давайте так будем смотреть. Вот здесь. У меня город должен сюда становиться, мой. Но Китай тоже может его всунуть. Меня проатакуют, конечно. Ну, кто не в курсе, у варваров прописано, что они атакуют. Тот юнит, которому они нанесут больше урон. Поэтому вот теперь следующим ходом он, скорее всего, проатакует этого дуболома. Причем там все... Ну, то есть, грубо говоря, вот он вот так вот просчитывает, типа, как мы вот наводим мышкой, да, смотрим, кому больше. Вот, например, три юнита, да. Видите, сюда 31, сюда 26, сюда 26. Значит, если бы это был варвар, он выбрал бы конному лучнику нанести урон. А это что за каменное лицо? Как бы тебе твое каменное лицо не разбили. Колесо ускорили, счастье получили. Очень, конечно, хотелось бы вот в этом городе потом храм Артемиды построить. Видите, тут как минимум две лисы, то есть мы сможем охоту поставить. Но посмотрим. Блин, тут еще надо учитывать... Я вам напоминаю, что... Заповедники нельзя рядом с центром города ставить. Так, ну, уничтожаем аванпост. Я с него получил все, что хотел. Так, тут пошли лошадок обработаем. Блин, мне какую-то надо третью клетку. Может, лучше купить вот эту клетку. И тут янтарь еще. Сколько она стоит? 40. Нету столько денег. Просто тут третью клетку я не вижу. А пока я дойду. Раз, ход, два. Ход это будет 31. Мне надо сначала лошадей все-таки обработать. Позволит... Блин, мне надо было тут в городе остаться. Я бы... Я бы уже следующим ходом был на лошадях, ладно. Я не особо страшно. Лошадей еще обработаем. Можно будет Китаю продавать их. Спаскать тут никаких. Быстрых сделок не видать еще. Видите, вот тут вот нету гор. Надо все исследовать, что рядом с горами у нас. Блин, мастерские не отложил. Ладно, давайте международную торговлю. Так, а у нас уникальный юнит далековато должен быть, да? Я думал, что клей должен чувствовать... Это позитивный аспект трейда, я думаю. Вот капах ньян сможем построить. Вообще мы и террасу могли бы... Может мне террасу? Блин, еще, вот тут, конечно, интересная штука, что надо еще думать, где террасы ставить. Ну, блин, ну мне жалко вот в этом месте, где шесть науки от Кампуса Оуэрест. Дает всем прошедшим рядом с горой религиозные юниты, игнорируют... Это что, может еще и религию попробовать основать? И что, я первым даже его нашел? Ну, да. Так, ну убиваем этого. О, тут вообще шикарно. Мне кажется, все-таки надо вот на этом месте ставить город. Если я успею, Китай туда не всунет. Наверное, надо... Хотя... Я бы, наверное, все-таки вот тут на болоте. Конечно, раз, два, три, четыре... Через четыре клетки? Раз, два, даже через пять клеток. Но, по-хорошему, мы тут больше никакого города не всунем. А тогда, если я сюда всану, то я смогу сюда заповедник, например, поставить. Понимаете? Так, наверное, можно поменять... А хотя на что? Двойный опыт юнитом разведки. Не, наверное, плюс пять против варваров оставим. Так, ну давайте астрологию. Тут давайте мистицизм. Как раз в заповедники идем. Лошадок скоро надо. Блин, вот мне не нравится эта армия Китая здесь по какой-то причине. Почему он сюда вообще поприходил? Я не думаю, что он на меня нападет. Потому что Китай, ну, довольно такой. Ну вот он стоит в защите, видите? У меня такое ощущение, что он куда-то хочет сюда... А, видите, прямо тут границы уже. Ну, видите, поселенца пока не видать. Угу, вот тут горы. Ну, мне надо в сторону Китая поставить. И я, наверное, в ту сторону больше просто не буду, потому что тут гор нету. То есть вот тут нужен город. Прям очень нужен. Давайте сразу еще поселенца. Блин, или армию построить. Ну, 126-53, это я бы вам не сказал, что прям опасно. Честно говоря, он где-то уже что-то потерял. Ну, я хорошо всадника купил еще. Не знаю, хочу поселенца. Вот меня не пугает это. То есть всего в два раза. Обычно у... С компьютером по-другому. У нас есть шикарный клей. Вот это горел тот лес, я просто напомню. Погорел, и теперь добавил сюда... Еду и производство просто. Блин, а вот тут... Блин, идиот посел. Так, что нам сделать? Видите, я пока ему закрываю проход. Он может только если тут город поставить, я так понимаю, да? Да. Вот тут. И он, скорее всего, так и сделает. Но мы пока стоим. Блин. Ух ты. Как тут не пройти вообще. Так, Ци Хуан... Ци Шу Хуанди хочет, чтобы я ему лошадей продал, но он при этом идет город ставить. Сейчас будет не очень правильным ему лошадь. Вот смотрите, он сейчас поменяется местами, я просто вот уверен. Нет. Так, тогда мы просто лошадью сюда становимся. Отлично. Теперь у меня большие... Если что, я все-таки здесь город поставлю. Вот видите, он тут стоит, но мне кажется, что он вылечит дуболома и уйдет отсюда. Ну, как всегда, дебильно немножко сыграл компьютер, поэтому у нас тут есть шанс еще нормально город бухнуть. Сейчас, правда, если он дуболомом сюда вернется, будет неприятно. Нет, не вернулся. А он все просто стоит. Он даже не может сообразить, как обойти. Ну, то есть хотя бы пошел бы вот так, да? Ну, или понятно, что если бы это и был человек, он бы просто мне войну объявил. Так, а когда у нас пантеон? Он вообще должен уже пантеон дать. Это у нас мистицизм, чтобы ускорить. Хорошо, вот тут чудо нашли. И тут нам точно надо где-то будет наш этот построить. Я не верю в астрологию. Ну, а где пантеон? Сколько там? Уже давно должно... 12 очков? Я уже 13 очков веры набил. Ладно, видимо, мистицизм пока отложим. Пошли в Раннюю Империю. Так, покупаем тут эту клетку. Она сама никогда не присоединится в третьем радиусе. Создание строителей, создание... Может, поставить на юнитов создание? Потому что варваров я вообще не вижу. Так, из пантеона можно, наверное, убрать. Давайте просто производство пока. Потому что пантеон мы уже набили. Я не знаю, что он не появляется. О, вот тут приятный город на озере какой-то будет. Блин, ну вот, хотелось бы, конечно, чтобы китаец оттуда ушел, но он не уйдет. Придется все-таки сюда город ставить. Тоже неплохо, в принципе. Сейчас китаец возмутится, что, мол, близко к нам. Я ему скажу, что я больше не буду ставить, потому что нам именно здесь нужно этот... Он ушел. Господи. Прям... Все за меня. Так, Циншу Хуанди хочет янтарь. Да, ему, наверное, можно будет продать. Значит, ставим сюда город. Коником можно уже побегать, посмотреть, что тут у Китая. Так, слушайте, а что-то я не сообразил, какой мне пантеон-то брать. Можно взять... Ну, наверное, очевидно, вера от клеток с престижем, похоже. Мы же... То есть, смотрите, вот сейчас у нас не такой уж большой престиж. Хотя горы уже неплохо выглядят, потрясающие. Но вот тут красные, на самом деле, мы просто будем все... Это все из-за тропических лесов во многом. Тут еще есть снижающие факторы, конечно. Вот тут просто даже гор нету, поэтому все красное. Но, в принципе, так как мы можем обрабатывать клетки с горами, то пантеон на потрясающий престиж, мне кажется, зашибись будет. Вот, богиня земли. Значительно продвигаем мистицизм. Я бы его даже открыл, чтобы у нас уже заповедники были. Так, кто-то там Стоунхенш построил. Очередной варварский. А этот что продает? Воинов просто. Так, Ци Ши Хуанди хочет янтарь. За 4 золота вход. А, редких ресурсов у него нет. Не знаю, что-то мне пока не так сильно. С другой стороны, куда? Давайте, наверное, приму. Торговля увеличивает отношения. Так, вот куда вот этот город мы поведем? Ну, я бы вот на это озеро поставил. Причем, наверное, вот прям куда у нас скаут стоит. Тут у нас куда-то кампус влезет. Сюда влезет куда-то священное место. Ну и, соответственно, нам надо так ставить заповедники, чтобы они объединялись. Понимаете? Бафали друг дружку. То есть, например, если я тут ставлю заповедник, то где-нибудь еще тут нужен. Ну вот в данном случае я, например, хочу здесь поставить. Возможно. А, блин, знаете, что-то проблема какая вот с этим заповедником? Что они не будут на меха. Там же вокруг заповедника нельзя ничего обрабатывать. Все клетки обработаны. Просто, ну, не будут давать бонусы заповедника. В общем, надо подумать еще. Так, а что нам дальше? Рабочего надо. Капахньян строить. У нас 10 ходов до конца эпохи. Кажется, сейчас самое время поставить лайк и написать комментарий, если вам нравится это видео. А также где-то вот тут внизу на самом экране появляются ссылки на мои социальные сети. А если вы все еще не подписались на мой канал, то подпишитесь обязательно. Можно оставить суперспасибо или вообще перевести мне какую-нибудь денежку через PayPal. Благодаря вот таким спонсорам, собственно, и продолжает выходить видео. Потому что после начала всего происходящего доход моего канала резко снизился. Спасибо большое всем вам за поддержку, за лайки, комментарии, донаты. Продолжаем. Так, мистицизм открываем, письменность открываем. Астрологию открыли. Сейчас будем города ставить. Ну, конечно, тут я качественно отжал бедного этого. Кстати, там влияет уже, между прочим, есть лояльность. Минус 9, фак. Тут надо срочно расти. Ну, собственно, он так и нормально и стоит. Монументик. Вырастет год еще, потому что куску маленький. Сейчас еще куску вырастет, тогда нормально все станет. Тут, наверное, надо вернуться конем в город. Это тоже повысит лояльность. Тут надо было ставить. Вообще, наверное, по-хорошему сюда бы еще поставить город. Блин, слушайте, я сюда всегда успею. Знаете что, давайте я вот сюда поведу. Я понимаю, видите, тут тоже уже лояльность действует. Возможно, я вот сюда поставлю. Но это для того, чтобы удержать лояльность городов. С другой стороны, ну, мы должны в Золотой век выйти 100%, потому что нам осталось 4 очка, да? Да, 4 очка. А это, собственно, один вот этот тоннель ингский. И все, и мы уже в Золотом веке будем. Так что все норм. Так, мистицизм. Может, котячки пророка посадить? Ну, вообще нет, пока нет. Давайте Раннюю Империю. Мне просто некуда их ставить, очки пророка. У меня нету этой. Так, а вот тут, наверное... Блин, может, на рабочих? Блин, у меня там два хода уже рабочих осталось построить. По-хорошему тут бы армию в куска поделать. Какие у нас тут клетки вообще обрабатываются? Так, среднее наводнение. Это Китай. Дело Китая, так сказать. Не вмешиваемся. Ну да, все правильно. Ну, видите, сразу меньше стало. И нам вот куска вырастет и антовалия вырастет, я думаю, в ноль. Будет лояльность. И тут минус четыре не будет, мне так кажется. Так, надо как-то тут исследовать. Тут вообще, тут тоже вот много городов. Ну, как бы, несколько городов. Вообще, наверное, даже один всего лишь. Я вот здесь где-то поставлю. Один город. И тут, возможно, где-то... И больше никто, кроме меня, туда влезть не может. Так, куска вырос. Смотрим. Да, минус три. И антовалия. О! Слушайте, это первая руинка вообще. Первая руинка мной найдена. Тут надо сейчас решить, куда город ставить следующим ходом. Я решу, когда антовалия тоже вырастет. Так, ну я пока не могу шелк обрабатывать. Ну, наверное, надо меха. Все, тут надо как-то... Вот сейчас уже надо как-то разобраться с заповедниками. Все-таки. И, исходя из этого, собственно, обрабатывать клетки и так далее, и так далее. Ща. Это надо решить. Ну, смотрите, вот эти две клетки точно будут обработаны. Идея наших заповедников... ...в том, чтобы они по максимуму влияли на горы. То есть, мне этот заповедник надо либо здесь ставить, либо здесь. Вот, смотрите, здесь низкий... Вот я сюда ставлю низкий престиж, но это из-за вот этих тропических лесов. Это все будет удалено, понимаете, да? Здесь на две горы влияет. И одна клетка будет... Нет, мне кажется... Блин. Ну, еще вот тут я город поставлю. Тут где-то, блин. Ну, в любом случае, меха надо обрабатывать. Вот эти, наверное, меха я точно буду обрабатывать. Так что отправляюсь туда. Рабочим. Плюс вот этих лошадей еще обработаем. Здесь. Три прачника. Армия нужна. И тем более, что Китай строит тоже армию. Нам надо будет как-то защищаться от него. Большой бассейн. Почему-то не любит компьютер храм Артемиды строить. Не знаю почему. Так, что я хочу здесь? Давайте, наверное, реликвию. Нифига себе. Вот я хорош. Друзья, вот в обретении, я все когда играю в игру, я что-то хочу, да? И очень часто, очень часто из руинки вот выходит то, что мне хотелось. Почему реликвию? Потому что я явно выхожу в Золотой Век. И я возьму покупку за веру юнитов рабочих и поселенцев. Ну и, соответственно, вот сейчас реликвием будет очень неплохо плюс 4 в ход накапливать веру. Так, тут бы я, конечно, армию перекидывал к Антовалью и вот в этот город. Тут вообще тоже надо как-то... Видите, уже ушло. Вот тут было минус 4. И уже и Антовалья не отваливается, кстати. Минус 2 десятых. Потому что выросло и выросло. И тут минус... Собственно, вот тут было же минус 4. А, блин. Было вот тут минус 4. На целую эту отошло в сторону. Вообще, надо как-то решить. Раз, два, три. Может, реально прямо здесь поставить? Мне, пожалуй, нравится. Ну, опять же, видите, для наших городов ингских важно количество гор в границах. То есть у нас довольно... Вот так карта сгенерировалась, что горы довольно далеко от моих вот этих первых городов. Просто я думаю, здесь поставить и заповедник сделать вот здесь. Я, скорее всего, вот эти меха не буду обрабатывать вообще. Только одни вот эти меха обработаю. Есть другой вариант. От Антовальи здесь заповедник поставить, а от этого города где-нибудь вот тут, например. Ну, в принципе, я все равно могу здесь город ставить. Мне почему-то, кажется, нету смысла. То есть мне жалко вот этот лес убирать, но с другой стороны, я могу еще сюда подойти, но тут минус 5 уже. Не знаю, мне почему-то хочется вот здесь, где я сейчас стою, поставить. Возможно, я и не прав. Я, возможно, даже в золотой век и без уникального улучшения своего выйду. Потому что мы еще... Мы всего лишь одну циву встретили, а у нас два очка осталось. Так. Монумент. Это Новом Континенте мы поставили, я так понимаю. Нет, тот город был на Новом Континенте. И дальше пойдем. Мореходство не особо. Колесо, наверное, давайте пока. Вот тут можно будет, видите, обработать кукурузу. Блин, может, сначала сюда зайти кукурузу обработать, чтобы ускорить орошение. Давайте, наверное, так и сделаю. Потому что орошение нам надо. У нас шелк. Не обработанный. Вообще никак. Так, ну и... Беспокоюсь по поводу Китая. Чтобы он на меня не напал. Ну, давайте, наверное, как-то так поведу пока. А где еще цивилизации? Куда они делись? 12 же у нас стоит? 12. 22 науки уже у Китая. Так, ранней империи же ускорено было, да? Да. То есть мы получим. Ну, тут надо будет Магнуса брать и прокачивать его на то, чтобы город не терял жителей, понятно. Кроме того, куча рабочих стройте вырубачили. Тропические леса. Так, пока на поселенцев мы не ставим. Три... Три этих я сделал. Прачника. Не знаю, вкушка подержать может пока. В любом случае, я сейчас продолжу строителей делать. Так, знаете, что на строителей надо поставить точно 100% на строителей. Ну, тут можно плюс 2 лояльности с гарнизоном. Мне пока против варваров не надо. Удвоенному быть юнитом разведки. Ну, такое рандомное. Морские юнити я пока строить не буду. А тут вот как раз сработает на антовалью, чтобы вообще вот в плюсе. Плюс вернулось. Фига тут геотермалок. Насыпало. О, Корея у нас снизу. Так, ну и мне 1 очко осталось, как видите. 1 очко и 4 хода. Так. Что-то надо... Кого-то надо найти. Надеюсь, что вот этот скаут кого-нибудь тут встретит. Эти минанки построили. Ну, поехали строители. Я же поставил карточку, надеюсь, на строителей. Да. И он будет тут вырубать тропические леса. И, в общем-то, вы знаете, надо... Вот после этого строителя или после следующего надо уже решать, все-таки, куда мы ставим заповедник. Ну, честно говоря, выглядит, мне кажется, вот так. Все-таки этот заповедник от Куска мы будем здесь ставить. От антовальи здесь и от Кахамарки, похоже, сюда. Я понимаю, что здесь еще и кампус может быть хороший. Ну, в данном случае у нас просто нету... Мы кампусом пожертвуем там, например. В том плане, что где-то здесь, например, будет кампус. Тут, конечно, кампус на плюс 4, а вот здесь на плюс 5. Блин, а может тогда сюда заповедника, сюда кампус? А, пройти, раз, два, три. Да, это четвертый радиус, сорян. Сюда уже никакой... Блин, или все-таки сделать от Кахамарки сюда, а тогда от антовальи сюда заповедник. У нас клетка, как минимум, одна будет обработанная тогда. А сюда уже реально кампус. Ладно, сейчас посмотрю, что еще здесь, снизу. Надо ли мне военную традицию открывать? Мне кажется, пока нет. Давайте трудовую повинность. А тут вообще я бы орошение открыл. Давайте уже орошение, тем более мы сейчас ускорим его. Да, и мне надо, наверное, все-таки один заряд держать у этого рабочего, чтобы... Блин, жалко будет, конечно, это улучшение уникальное делать. Ну, блин, тут никого нету и прохода нету. Так, где тут могут быть другие цивилизации? Ну, понятно, что вот тут кто-то должен быть. Угу. Сандок лошадей хоть. Ну, кстати, вот сандок можно продать. А купить у них что-нибудь нету, ничего пока. Подожди, написано, что сандок хотела. Что, теперь Китай? Не, ну 24 лошади как-то много. Железо, янтарь или продать? Я же все равно пока не могу лошадей использовать. А у меня сейчас предел будет. Давайте я, наверное, продам. За золото вход. Будет очень смешно, если он построит что-то и придет ко мне. Ну, вообще, 175 на 105 это уже такой уровень армии, когда они не особо горят желанием нападать. Нет, шелковые тексты, пожалуйста, больше не проси. Я сам эти шелковые тексты... О! Блин, ГГшка. Черт, я думал, встретил цивилизацию и как раз последнее очко набрал. Ашан. Поедем в Ашан за жвачкой. Ну, тут тоже кто-то должен быть за этим игром. Он, ГГшка, кстати, военная. Никем не встреченная. Так, два хода до... Знаете что, я думаю, что вот этим как раз рабочим мне надо тоннель вот тут делать. То есть, смотрите, так, 29-й ход, так. И если я никого не встречу, то я ставлю тоннели, выхожу в Золотой Век, и как раз тут надо будет город ставить. Ну, не следующий, но какой-то из городов. Так, теперь я бы, наверное, вот этот заповедник... Ну, то есть, вот эту клетку... Блин, давайте еще по заповедникам подумаем. Вот тут выглядит, да, тоже крутым местом для заповедника. Не, подождите, подождите. Смотрите. У нас же тут будет город, да? Причем вот сюда кампус ставится. Плюс 5. Этот... Вот тут я просто думаю, тут или тут он будет стоять. И, исходя из этого, нам надо решить, где у нас будет... Блин, ну тут заповедник где-то, наверное, тут надо, в эту сторону. Я просто подумал, вдруг от куска какой-нибудь сюда заповедник поставить, и тогда от этого города где-то тут его делать... Ну, как-то не получается. С другой стороны, вот этот заповедник, он всего на 3 клетки для куска работает, да? А вот здесь-то больше это будет? Блин, все-таки может сюда? То есть, грубо говоря, либо здесь... Не, не, грубо говоря, кампус точно здесь. Вот заповедник, наверное, все-таки сюда ставить. Тогда... Тогда от кахомарки мы здесь делаем заповедник, да? Тантовали и здесь, и от кахомарки мы здесь делаем кампус. Видимо, так будет. Так, значит, заповедник куска я все-таки сюда поставлю. Ну, так, может, уже делать тогда. Что тут откладывать? Ну, это серьезное решение. Это важное решение, которое повлияет на всю остальную игру. Интересно, где вы решили этот первый заповедник ставить, проходя параллельно со мной. Так, следующее, наверное... Строителя сделаю. Блин, уже минус по счастью идет. Блин, так хочется кого-то встретить, чтобы не пришлось 4 очка тратить. Я бы сейчас кого-то встретил, и все, и в золотом веке. Не видать никого. Не видать никого. Ну. Еще напоминаю, что заповедник сам присоединяет клетки. То есть, в этом есть прикол, только не дальше третьего радиуса. Блин, страшно под вулкан идти, но я все равно подойду. Ну, Кореи 48 науки, как всегда. Ну, где-нибудь тут будем стоять. Так, с лояльностью уже, по-моему, вообще все зашибись здесь. Вряд ли он как-то будет у меня влиять. И уж тем более не с моим золотым веком. Болония обвела войну Кореи, значит, что Корея с кем-то воюет. Вообще-то. Так, а давайте-ка мы, наверное, шелк тогда обрабатывать, потому что у нас тут появится рабочий. Ну, давайте, пожалуйста, давайте кого-нибудь встретим. Нет. Блин. Торога. Ну, то есть, без шансов, да? Дадут получить какие-то очки. Ну, так не хочется. Ну, тут все равно тоннель нужен, он все равно нужен, но просто я получу за это 4 очка. А я хочу один. Тут постою. Эх, никого. Так, один, Катя, два научных, две научных ГГшки прям рядом с Кореей, по-моему, какие-то читы для Кореи, чтобы, типа, она круто развивалась. При помощи прачника трех варваров уничтожить. Наверное, на колесо открою. На корабли, наверное, на колесо рыбацкая лодка. Не особо нужно, но, кстати, вон, я очень хорошо поставил, вон еще у нас черепашка там плавает. Да, ладно. Приходится... Приходится делать уникально. Но нам все равно туда надо везти посева и ставить город, естественно. Плюс у нас... Да, надо... Будем все-таки строить пока первые поселенцев. Возможно, я за веру даже буду, скорее всего, рабочих покупать. Выходим в Золотой Век, но, как вы понимаете, обычно, когда мы переходим в следующую эпоху, это значит конец серии и продолжение завтра. Либо, если вы спонсор канала, уже уже к Патриции, то уже можете поискать продолжение. Кстати, YouTube по-другому сделал. Все, я теперь, наверное... То есть, раньше он заставлял для спонсоров видео в сообщество как бы выкладывать таким постом. Теперь оно просто появляется. И, как мне говорят, спонсоры, они теперь начали пропускать. Поэтому я в сообществе просто ссылку на весь плейлист для спонсоров делаю. Просто вот ссылка на плейлист. А там все эти видео и, собственно, появляются. То есть, теперь вот почему-то YouTube не в сообществе это публикует, а как бы отдельно. Это стало проще, но я так понимаю, что каким-то спонсорам это не видать. Поэтому специально для спонсоров я сделаю такой пост со ссылкой в сообществе на плейлист всего этого прохождения. И там вы эти видео найдете. Еще раз большое спасибо за поддержку. На этом все. Играйте в умные игры. Слава Украине! Живе Беларусь! Всем покеда! Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok